Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира. Форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Сложно говоришь, но я понял. Речь пойдет о толерантности. Я, ты, он, она. Вместе целая страна. В России отметили День народного единства. Танцуй и пой с нами. В Сургуте прошел четвертый фестиваль национальных культур «Калейдоскоп». Растем вместе. Флаг сотрудничества сургутских школьников начинает свой вояж по образовательным учреждениям города. Ноябрь по праву можно назвать самодружелюбным месяцем. В Сургуте отметили День толерантности, провели фестивали «Калейдоскоп» и «Растем вместе». А четвертого ноября отметили День народного единства. Этот праздник призван объединить многонациональное российское государство. Ровно 400 лет назад, 4 ноября, войны народного ополчения под предводительством Кузьмы, Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Наступающие продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Сегодня в Сургуте проживают более сотни различных национальностей и культур. Воспитание толерантности и уважение к другим народностям начинают еще в школе. Единство для меня – это дом, семья, родная школа. Школа там, где учимся мы, дети, мои друзья, мои одноклассники, мои любимые люди. Это люди одной национальности, это люди разных национальностей. Все это я вкладываю в понятие единства. В прошлом году в Сургуте создали городскую книгу «Единство». На ее страницах каждый может оставить свои мысли и пожелания будущему поколению. Все дети хотят жить в мире и желают другим того же. Власти города отмечают, Сургут – один из тех муниципалитетов, в котором празднование проходит массово. Между тем, по данным опросов ЦИОМ, почти половина россиян имеют смутное представление о празднике 4 ноября. Не все города, не все субъекты Российской Федерации достаточно подходит с разъяснительной работой по истории данного праздника. В нашем городе мы год от года наращиваем перечень мероприятий, в которых принимают участие все больше и больше жителей нашего города. Начиная с детей в школах, заканчивая ветеранами нашего города. Наконец-то появился такой праздник, который, во-первых, позволяет выцветить. Вот этот самый расцвет культурных традиций, обычаев, привычек, укладов жизни. Выцветить и показать – мы разные, но мы вместе. Недаром он называется Днём народного единства. Мы разные, но мы должны быть вместе. Россия, Россия, ты моя сынка, Россия, ты моя сынка, Россия, Россия, ты моя любовь. Скажи, а ты любишь петь? Я ещё и танцевать люблю. Брейк, румбу и даже гопак. Здорово! Так тебе можно смело на фестивале национальной культуры «Колейдоскоп» выступать. Только теперь уже в следующем году. Я жуяла для нас, я теряла, раздавая, 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 раздавая. В этом году фестиваль «Колейдоскоп» вновь уже в четвёртый раз собрал колоритных певцов, танцоров, мастеров. Лились песни и стихи на русском, чувашском, узбекском, армянском и многих других языках. И все они о любви к родному краю, к кольчему дому, к близким людям. Анастасия Островская с музыкальным номером заняла второе место. Настю на конкурсе отметили не только зрители, но и звёздное жюри. Мне очень понравилось петь с народной артисткой Украины Богданой Павлис. Вот. Ну, и мне вообще понравились все дети. Они все очень талантливые и вот непредсказуемые. Шквалом аплодисментов встретили и выступление юного армянского артиста Артёма. Его голос покорил сердца зрителей с первых строк. Моя песня о взаимопонимании моих сверстников. Когда нам трудно, мы обращаемся к маме. Мои родители помогают мне готовиться к этому конкурсу. Я очень рада. Мои родители во всём меня поддерживают. Традиционно главные герои фестиваля – школьники от 6 до 17 лет. Всего в этом году заявилось более 300 участников. Дипломами первой, второй и третьей степени удостоены 57 номинантов. На прощание председатель жюри и директор департамента образования Татьяна Османкина поделилась планами на будущее. Обещали, что на следующий год это будет на другой сцене, более комфортной. Мы сейчас с Александром Гутовичем замахнулись на филармонию. И мы это сделаем. Традиционно главные герои фестиваля – школьники от 6 до 17 лет. 16 ноября – Международный день толерантности. В каждой школе его отметили по-своему. Провели тематические игры, концерты, нарисовали плакаты. В первом лицее, например, соорудили корабль «Дружба», мачту которого украшают 35 флагов. Именно столько национальности не считали в лицее. А в восьмой школе создали книгу толерантности. А умеют ли школьники Сургута не только говорить о толерантности, но и проявлять это качество личности? Об этом пусть они расскажут сами. Я мастер спорта по спортивной аэробике. Я занимаюсь уже на протяжении 10 лет. Мой вид спорта – лично командный вид. Кто-то лидирует, кто-то наоборот отстает. Когда мы приходим и поздравляем человека с победой, даже если это моя подруга, я должна поздравить искренне, от всего сердца. А не просто сказать, потому что это закон, правила нашего спорта. Самая распространенная ситуация, в которой попадал каждый из нас, где проявлялась толерантность – это очередь. Именно в ней проявляется терпение, уважение в какой-то степени. Когда я приехала в этот город из провинции, из, так сказать, поселка, то мне показалось очень сложно. Здесь как бы все по-другому, другие люди. Было, на самом деле, сложно. И вот мой первый знакомый в этом городе, он, ну, по сей день ему хороший друг, он лучше мне помог. Но вся проблема в том, что все его считают, так бы, как сказать, белой вороной. И ему очень сложно в этом обществе, потому что он неотзнарный мыслит, он необычный человек. Здесь толерантность в том, что я столько лет хорошо к нему отношусь, я его понимаю. Я поменяла место обучения. Получается, я первый день пришла в новый класс, в новую школу, и меня приняли не все. И, ну, кто-то вообще, как бы, на меня внимания не обращал, а кто-то, кому-то это не нравилось. Ну, я думаю, потому что это не нравилось, потому что я другой нации. Вот. А кто-то, нет, были люди, которые ко мне отнеслись с пониманием. Вот. Ну, они провели мне небольшую экскурсию по школе, ну, предложили помощь, если там возникнут вопросы, да. И сейчас, как бы, спустя 4 года у меня, как бы, такое устойчивое положение в своем классе. Я сейчас со всеми прям общаюсь, дружу. В военное время больше всего боялись потерять знамя. Яркий символ объединял людей. Ты знаешь, а у сургутских школьников теперь тоже есть свой флаг. Мирный. Он призывает к дружбе и взаимоуважению. Растем вместе! Глядя на задор школьников, сложно представить, что проект «Растем вместе» появился лишь год назад. Фестиваль сопровождается акциями, мастер-классами, конкурсами и множеством других мероприятий. Девчонки-мальчишки по собственной инициативе создали флаг «Содружество сургутских школьников». На полотне изображены эмблемы разных образовательных учреждений. Авторы буквально по крупицам собирали общий флаг. Последний штрих внесла директор департамента образования Татьяна Османкина. Ура! Флаг будет путешествовать по школам. Акция будет называться «Марафон флага Содружества сургутских школьников». И как только он будет появляться в каждом из образовательных учреждений, там будут проходить определенные тематические события. В рамках акции для детей и взрослых провели мастер-классы. На занятиях учили ломать стереотипы в воспитании, в рекламных слоганах, в жизни и даже в творческих решениях. И попросили запомнить главное – нельзя вешать на людей ярлыки. Фестиваль акции «Растел вместе» обязательно пройдет в следующем году. Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня, я отвечу. Это все земное то, на чем стоит планета вся. Толерантность – это люди света, разных наций, веры и судьбы. Открывают что-то, где-то, радуются вместе. Нет нужды опасаться, что тебя обидят. Люди – цвета крови не твоей. Опасаться, что тебя уныли – люди на родной земле твоей. Ведь планета наша дорогая любит всех нас, белых и цветных. Будем жить, друг друга уважая. Толерантность. Слово для живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова